МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый школьный звонок прогучал и в Гомельском городском кадетском училище, где отбылась знаковая подея – открытие правового класса управления внутренних справ. Дмитрий Котов протягнет. В начале учебного года на пляцу училища сострекают 180 кадетов, 60 из которых – новобранцы. Установки, которые, кроме традиционных школьных предметов, выучают военные дисциплины, риторику и возможно занимаются спортивной подрихтовкой, существует только три года, но уже за этот короткий час появились новые традиции. Во-первых, наурашистые линейцы уважают наученцев, которые лучше за всех проявились обе под час летних каникул в школьных и спортивных лагерах. Как означают сами кадеты, каждая у знагорода важная. Это символ признания за старание и работу. Выкладчики ж уверены, что это стимул для дальнейших перемог. Коли означают досягнение наученцев, то и они и далее будут заставаться прикладом для остальных школьников. Ведь сегодня мне было приятно видеть, что 13-летние, 15-летние уже имеют строевую выправку. Идут строевым шагом. И есть закладка фундамента. Будем говорить, будущее нашего правозащитника, нашей целой системе. Ведь сегодня мы все оценим высоко, имеющийся наш правопорядок в стране. А вот с раннего детства приучить, вложить молодому пополнению – это наше будущее. Первого вирусня – знаменальный день для каждой установы адукации. А для кадетского училища селетняя свята – удвоя приемная. В урошистой обстановце отбылось открытие правового класса. Только в этом году 10 выпускников поступили в Академию Министерства внутренних справ. Добрую традицию плануют подтримать. Все занятия, которые связаны с правовой тематикой, они будут проходить на базе этого класса. Помимо того, что его будут вести люди, работающие в этом училище, а у нас работают и офицеры-воспитатели из силовых структур, также вчера мы подписали договор с нашим ОМОНом. И у нас есть договор с управлением МВД. Поэтому это наше новшество, которое позволит нашим ребятам стать более грамотными в правовом поле. То, что необходимо каждому гражданину. Максимность отримать правовые веды есть не только у кадетов. На церемонию посвящения у правовые классы в средней школе номер 25 запросили керавництва областного управления Департамента Аховы. Сами навученцы, які с этого дня почнуть поглубленно вылучать громадознавство, что необходимо с раннего взрослого добро ведать законы своей Украины и николи их не порушать. Будем учиться праву, нам будет приезжать педагог, будем учиться маршировать, будем изучать, быть ближе к милиции. Я хочу стать юристом, поэтому думаю, этот класс будет подходящим началом для меня, чтобы в дальнейшем поступить на юридический и пойти либо в прокуратуру, либо в милицию работать. Присутные на урочистой линейце пожадали усім школьникам поспехов в учебе и нагадали, что только дякуючи великим намаганням, старанию и працевитости, можно в будущем не досягнуть великих вершин. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Яркие выступления школьников, щирые душевные пожадания от педагогов и батьков. В гомельской школе номер 3, якая носить имя Дмитра Никандровича-Пеняськова, урочистая линейка по традиции проходила под открытым небом масштабно и весело. На сегодняшнее Веросневское свято, как поменьшовать школьников и наставников, сюда завитали представники Гомельской областной организации Республиканского громадского объединения «Белая Русь». Гости подарили установе сучасную акустичную систему, как школьники могли проводить репетиции и высоблять в житё свои творческие идеи. Подчас свято приемными подарунками так само означали молодых специалистов, которым необходимо гармонично улиться в педагогичный коллектив. Не обмянули увагой и педагогов, активистов областной организации «Белая Русь». Им были урушены квитки на концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля народной музыки «Беседа». И он будет организованы в рамках масштабной республиканской акции «Любить Беларусь» и пройдя у Гомеля 13-го вероятня. Наше общественное объединение всегда уделяет особое внимание именно образованию, потому что всё-таки это будущее нашей страны, детки, поэтому, надеюсь, те подарки, которые мы им подарили, им приходятся. Нашим ребятишкам очень важно вспомнить о том, что надо поменьше уделять внимания фланшетам, компьютерам, тем же телефонам и усиленно заниматься школьными предметами, мечтать, стремиться к лучшему. Для этого надо не так уж много просто приложить, чуть-чуть стараний, и у них всё получится. Подрихтоваться до школы детям, які знаходяться у складанной житёвой ситуации, на Гомельшине допомогали удельники шматликих добрачных акций. На передо днепешего вероятнях гостей прымали выхованцы гомельского дитяшого дома. Сёнях – это одинная установа подобного типу урагиёне. 18 ребят стали уладальниками подарунковых ранцев со школьными приналежностями, а ста-шаклассники отрымали наборы констоваров. А кроме презента у ребят шакала представление с гульнями, текавое як самым молодшим, так и дорослым. Достойно отправить детей у школу допомогли супрационники Гомельской областной нотариальной конторы, сетки публичных библиотек и института МНС. К этой акции мы присоединяемся уже не первый год. Мы помогаем детским домам. У нас есть в Житковичском районе и в Ельском районе три детских дома семейного типа, которые мы ежегодно оказываем помощь. До инших тем. Выезд на природу и пропаганда здорового ладу життя – галоны компоненты коллективного вольного часу. Минавито так подышли до организации отпашинку своих супрационников у кировництве открытого акционерного товариства «Мелковито». Затем, как в завершенные выходные перетворается у незабывное семейное свято, назирали наши корреспонденты. Уже к 10 утра около сотни работников «Мелковито» и членов их семей были на месте встречи в загородном гостиничном комплексе. Те, кто еще позевывал, взбодрились во время зарядки. Малыши заражали энтузиазмом взрослых, а энергичный темп задавала молочная парочка, плясавшая вместе со всеми кефир и йогурт. После разминки праздник стремительно набирал обороты. Участники с детьми отправились на состязание, проходившее под традиционным девизом «Папа, мама и я – спортивная семья». Другие объединились в команды «Максимус» и «Молодая молодежь», для квеста, прохождение которого наглядно олицетворяло главную идею праздника. Первое – это показать, что у нас существует сплоченный коллектив, который любит активный образ жизни, спортивные состязания. Мы показываем, насколько наши спортсмены, которые в ежедневном рационе используют продукцию молочную нашего комбината, будучи патриотами, в какой отличной спортивной форме они выглядят и готовы к любым физическим нагрузкам. Спортивная форма участникам и впрямь пригодилась, как в прямом, так и в переносном смысле. Придумывая испытания, организаторы дали волю фантазии. Заполнить тару водой, перенося ее в дуршлаге – задача не из простых. В сценарии праздника нашлось место для стрельбы из лука и метания копьям, забега с препятствиями и другим испытаниям. А с наибольшим азартом участники практиковались во владении двуручной пилой. Давай еще! Сдерживаем участника! Вы это сделали! Любители острых ощущений также не остались разочарованными. К их услугам раскинулся, а если быть точным, развесился между деревьев в веревочный парк. Экстремальный аттракцион требует как ловкости и сноровки, так и умения преодолевать страх высоты. Упрощенный вариант трассы проходили даже очень юные участники. А пока экстраховали переживающие родители, пришлось понервничать и нашему оператору. Вооруженных пейнтбольной винтовкой коров он раньше не видел. А у меня-то не попадет? Ну, если цель-то специально не будет. Для самых маленьких мелковитовцев была разработана отдельная программа развлечений. Детвора рыбачила резвилась на батуте. Наценивало мастерство художников, которые разрисовывали их ручки. Главным сюрпризом стало катание на лошади и пони. Три насыщенных часа пролетели незаметно. Без наград не остался никто. Ведь и проигравших в череде динамичных испытаний не было. А только те, кто справился с ними чуть быстрее. При прохождении квеста это чаще удавалось команде «Молодая молодежь». В семейном конкурсе диплома первой степени удостоилась семья Светланы Макаревич. Каждые выходные мы стараемся, если погода позволяет, мы постараемся выезжать на природу. Либо на шашлыки, либо просто катаемся на велосипеде. У нас у всех есть велосипеды горные. Поэтому либо за город, либо по городу. То есть дома это скучно. Поэтому только спорт. Это, конечно, очень сплачивает не только коллектив, но и семью. И, конечно, много потом воспоминаний общих идёт. Это очень полезно. И хотелось бы как можно чаще таких мероприятий. Руслан Пролесковский, Максим Савин, Александр Александронец. Телерадио компания «Гомель». Новинные регионы. Информацию о проектах телерадио компании «Гомель» вы можете знайти на нашем сайте и интернете по адресу www.tvgomel.by. На этом выпуске завершено. В студии працавала Маргарита Шубукова. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин